Я приветствую вас, дорогие мои друзья, это Таро от Ангела Планет. У нас расклад, называйте он «Помощь себе», расклад как для мужчин, так и для женщин. Будем смотреть разного рода интерпретации. Пока рассказываю, о чём расклад, не забудьте поставить лайк, подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. «Помощь себе», о чём пойдёт речь, что я сейчас должен или должна услышать от Вселенной обязательно. Расклад «Помощь себе» говорит о том, как вообще самой или самому себе помогать, что мне делать сейчас и нужно ли это делать, действительно ли делание сейчас поможет вам. Корень проблемы, если он есть, если это вообще проблема, не нагнетаем ли мы. Что позже делать, надо будет ли делать что-то позже, действительно ли опять делать или что, или ждать, хотя это тоже глагол «ждать». Или каких действий дальше, в дальнейшем избегать, или от себя, или от других. Сейчас посмотрим, в принципе, как можно самому или самой себе помочь. Итак, что сейчас должен или должна услышать? Ну, должны понять, что пора бы умерить свой пыл, умерить свои желания, умерить свои запросы, быть, скажем так, в гармонии. Для женщин «Принимать мужчин» идет посыл «Для мужчин принимать женщин». Отработка идет кармическая, следующая такая. Женщины, если у вас проблемы с одиночеством, проблемы с мужчинами, и вы их не принимаете, вы, возможно, что-то и в себе не принимаете. Тут вот принятие такое должно быть. В мужчине что происходит? Что-то мужчина не хочет делать для женщины, и он что-то и в себе также не принимает, и в ней не принимает. Мхадевы Мхадеви Шана Маха – это вот у нас мантра, которая пришла нам, мантра умеренности. Мантра, которая говорит о том, что надо бы по сдержаннее быть в своих запросах. Возможно, сейчас звезд хочется схватить с потолка, но вы их не сможете унести. Поэтому в той стабильности, умеренности, во взаимоуважении вы дальше действуете, принимаете. Если что-то вам не нравится, вы сразу чувствуете, так, наверное, это есть во мне, и я этот аспект в конфликте, в человеке, в другом не принимаю. Это, кстати говоря, как и мужчин, так и для женщин, потому что это двуполая богиня или бог, как уж правильнее назвать. Артхана Ри Шуара зовут. Вот там как раз вот смешалось два пола. По поводу, что сейчас делать, смотрим. То есть первый аспект мы поняли, что надо принять в человеке то, что есть в нас, и мы и человека примем, и себя примем, и ругаться не будем, да, и конфликтовать. Так, что делать сейчас, и надо ли делать? Может быть, есть какая-нибудь дорога, есть какой-нибудь отдых. Пришли в садники, жезлов, это великие ашвины, близнецы, врачеватели. Они еще также говорят, что надо заботиться о своем здоровье. Иногда это, знаете, такая дорога к источникам здоровья, то есть к врачеванию. Ну, иногда это бывает, конечно, и дорога к больнице, но чтобы этого не было. Что делаете? Дорога к занятию спортом, к стремительному какому-то развитию. Движение – это жизнь. Близнецы ашвины, они такие, они об этом говорят. Целительство, оно исцеляет в здоровом теле, здоровый дух как минимум. Если вы занимаетесь практиками и медитациями, а ашвины, близнецы говорят о том, что, ну, занимайтесь тогда своим здоровьем через медитацию. Это вполне себе тоже легко достижимо. Достаточно знать хоть какую-либо технику. В йоге их много, и все они работают. В общем, это об этом. Давайте посмотрим корень проблемы. Да, если он есть вообще. Корень проблемы. Ну, тут белая карта вышла. Белая карта говорит о том, что вы прекрасно осознаёте, где какие у вас проблемы. И прекрасно понимаете, что, возможно, излишне накручиваете. И проблем как таковых, серьёзных нет, так как вы карму уже отрабатываете. А если вы осознали, из-за чего вы карму отрабатываете, то осознание этой проблемы – это уже половина решения этой проблемы. Кстати, вот к оздоролепительным местам с ашвинами можно отправиться в какие-нибудь санатории или на отдых. И новые впечатления, новые эмоции тоже оздоравливают психику и оздоравливают наши ментальные тонкие тела. В некотором роде это тоже влияет. Вы всё прекрасно понимаете, судя по тому, что пришла белая карта. Ну, она может ещё, кстати говоря, намякивать на то, что пора бы и жизнь с чистого листа начать. Вы же всё прекрасно знаете и понимаете. Ну, тогда смотрим, что делать позже. Если надо что-то делать позже. Кубера Деф пришёл к нам позже. Кубера Деф, он очень богатый и щедрый. О чём речь? Намякивает о чём? Кубера Деф нам делиться. Делиться с людьми. Может быть, вы будете людям помогать бескорыстно просто так. Может быть, милосту не подавать. Может быть, будете с кем-то партнёриться, поддерживать. Что-то бескорыстно надо отдать. Кому-то пойти в какое-то служение. В служение обществу. Какой-то долг обществу отдать. Вот Кубера Деф, он такой щедрый. Он говорит о том, что ваша щедрость довоздастся вам. Вы богаты изнутри. И то, как вы отдаёте, ваше богатство материализуется снаружи. Вы отдаёте из души что угодно. А материализация происходит вот тут у него как раз в замке. И золото за спиной. Это богатство. И карта также говорит о том, что надо как-то зарабатывать. Или так вы работаете, или так работаете над собой. Как-то нарабатываете свои блага себе. Подаянием. Можно подавать, помогать. Бескорыстно, безвозмездно. И оно как-то там что-то в конце концов будет приходить. Что-то материализоваться в вашей жизни. Но не специально. Специально не гонимся за этим. Типа, вот мы подали. Давайте мы ждём тут, когда нам вернётся. Нет. Абсолютно отпуская в воду. Что называется. Сделал дело. Отпускай доброе дело в воду. Там само, когда надо, так и вернётся. Ну и плюс, конечно же, зарабатывать. Пора, может быть, поработать. После отдыха там. После ашинов. После выздоровления и восстановления сил. После вот этих вот. И давайте смотрим тогда, каких действий избегать. Сплетний. Сплетен. И пустых разговоров избегать. Это ненужные слова. Ненужные мысли. И они пустые. Они забирают силы и энергию. И не вам судить, если что. И других сплетней не слушайте. Эти разговоры ни к чему хорошему не приведут. Они будут, наоборот, вас косить. Непонятно куда. Вы будете прокастенировать. И не будете выполнять то, что было намечено. Потому что вы там это время, возможно, проболтаете. Болтать это классно. Но вот. Если говорить о корне ваших проблем. Что пора бы жизнь с чистого листа начать. Ну, начните хотя бы с того, что вы не слушаете другие сплетни. И вы сами не сплетничаете. Сами попусту не болтаете. Иногда надо побыть в тишине. А то вы сами себе сейчас иллюзию создаете. Что вы такие классные, крутые. Вы же в короле Пентакли. Вы тут богаты. Изнутри как угодно. Так вот. Не растрачивайте свою энергию. Вместо милостыни, в болтовню не пускайте свою энергию. Вы понимаете, что в сутках всего 24 часа. Еще надо поспать успеть. Еще надо вот это, вот это сделать. Может быть мантры прочитать. Здоровьем заняться. Мужу, жене внимание уделить. А тут еще эта болтовня. Ну, зачем вам тратить на нее время? Оно вам богатство может не принести. Благодарю вас за то, что вы подписались на канал. Ставьте колокольчик. Чтобы не пропустить следующие видео. Лайк. В комментариях пишем. Принимаю с благодарностью. И я жду вас на следующих раскладах или консультациях. Ссылка в описании канала для личных консультаций.